Международный аэропорт Гамбурга расположен в 9 километрах от центра города и представляет собой старейший объект, начавший работу в 1911 году. С 10 ноября 2016 года носит имя Гельмута Шмидта, немецкого политического деятеля. В аэропорту два терминала и две взлетно-посадочные полосы. Специализируется аэропорт на рейсах в Европу, особенно, в страны Скандинавии. Адрес – флагофенстер. 1-3-22-335. Коты КАА и DDH. Коты АТА – H.E.M.E.M.L. fhgsobakaham.eopod.d и официальный сайт аэропорта www.gamburg.defi.seopod.d и связь с представителями и консультация осуществляется по следующим номерам. Плюс 49, 40, 507, 50, 0500, 23, 99. Топ-7 достопримечательностей Гамбурга для удобства пассажиров и встречающих размещено на сайте аэропорта Гамбурга онлайн табло. На табло отображено время вылета самолетов HTTPS www.gamburg.defi.seopod.d и касая черта н касая черта Departures. . Прибытие самолетов HTTPS www.gamburg.defi.seopod.d и касая черта н касая черта Arrivales. Достопримечательности современного Гамбурга попасть на аэродром можно с помощью автобусы. Номер 26 606 292 274. Интервал движения 15 минут, стоимость 5 евро и 20 центов звездочка. Добираться придется в пределах 30 минут. Поезда метрополитена. Доехать до места назначения можно за 25 минут, предварительно купив в терминале билет за 3 евро и 10 центов звездочка. Поезда отходят каждые 10 минут. Такси. Время в пути, без учета пробок, составит 15-20 минут. А стоимость, примерно 40 евро звездочка. Собственное авто. Также без учета пробок около 15-20 минут. Хамоэропорт также предоставляет услугу проката авто. Конечная стоимость аренды рассчитывается уже на месте. В нескольких метрах от терминала расположена железнодорожная станция. Добраться из города до аэропорта можно за полчаса. Интервал между поездами – 10 минут. Еще один популярный вариант – трансфер, подающийся под прилет конкретного рейса. Стоимость фиксированная и не зависит от времени в пути, ожидания пассажиров и т.д. На этапе бронирования, например, в режиме онлайн, пассажир выбирает класс автомобиля, в котором желает поехать, его вместимость. В указанную дату и время водитель встретит гостей в терминале с именной табличкой. Дополнительная информация. Альтернативой муниципальному транспорту служит официальный «Эопод-экспресс», маршрут которого проходит с центрального вокзала непосредственно в аэропорт. Аэропорт Тамбова в пределах аэропорта функционирует сразу шесть автостоянок, стоимость мест на которых отличается более, чем в два раза. Первые четыре парковки располагаются непосредственно около терминалов, две другие несколько удалены от них. В среднем, цена за недельную стоянку составит около 50 евро звездочка. Забронировать место на парковке можно заранее через сайт www.gamburg-eapod.de. Если этого не сделать, найти, где припарковаться, можно будет по специальным указателям, расположенным по всему аэропорту. Дополнительно, за отдельную плату, предоставляются услуги парковщика. На территории аэропорта два терминала, первый из которых открыт в 2005 году и на данный момент принимает подавляющее большинство рейсов. Во второй, старый терминал, прилетают только рейсы компаний «Джорман Винкс» и «Люфт Ганза», а также их партнеров по «Старо Лоянос». Между собой терминалы соединены багажной зоной и комплексом «Эопод Плаза», где расположены магазины и рестораны. После глобальной реконструкции инфраструктура аэропорта значительно расширилась. На территории располагается большое количество кафе и ресторанов, где можно легко перекусить или плотно поесть. Обширная зона Dati Free позволяет совершить покупки на любой вкус. Для детей предусмотрены игровые комнаты, где также предоставляются услуги аниматора, няни или профессионального воспитателя. Данная услуга будет оплачиваться отдельно. Беременные и кормящие женщины могут уединиться в комнате матери и ребенка, где все организовано для их удобства. Круглосуточно работает камера хранения, с 6 до 23 функционирует и бюро находок. Те, кто попадают в Гамбургский аэропорт впервые, обращаются в справочную службу, филиалы которой разбросаны по всей территории комплекса. Для пассажиров, вынужденных провести в аэропорту несколько часов, предусмотрено несколько залов ожидания разного уровня комфорта. Здесь установлена веб-камера онлайн аэропорта города Гамбург, транслируются телепередачи и фильмы. В залы ожидания выведено и табло прилета Гамбург. Для тех, кто прибыл в Гамбург и пока не смог расписать свой досуг, в аэропорту работает туристическое агентство. Оно предлагает как продолжительные туры, так и кратковременные вояжи выходного дня. Также, не покидая пределов аэропорта, можно взять прокат автомобиль любого класса, который будет подан практически под самолет. На территории действует покрытие Wi-Fi, но бесплатный доступ предоставляется только на 60 минут. По истечению данного отрезка времени бесплатно будет работать только сайт аэропорта. Подробная расшифровка правил использования размещается в информационных уголках. Важно, прежде чем начать пользоваться услугой, необходимо заполнить анкету в браузере, указав свои реальные данные. Всего в 221 метре от терминалов располагается отель Radisson BLUHOTL, предлагающий постояльцам номера повышенного комфорта. Похвастаться отелем из данной сети может и Москва, однако в Гамбурге он появился несколько раньше. Стоимость номеров стартует от 189 евро звездочка. Для проживающих предоставляется трансфер в аэровокзал и обратно. Достойным вариантом для размещения считается и Леонардо Ин хотел, расположенный здесь же, на территории аэропорта. Цены начинаются от 70 евро звездочка. Номера имеют современное оформление и все виды удобств для отдыха и работы. Постояльцы посещают SPA зону, ресторан и бар, а также пользуются конференц-залом. Более скромным отелем является Mattel One, со стоимостью номеров в пределах 63 евро звездочка. Несмотря на то, что он немного уступает вышеописанным по богатству оформления, проживание там будет комфортабельным и беззаботным. В аэропорту Гамбурга приземляются рейсы 36 авиакомпаний, наиболее популярными из которых являются Aerolot, Taifle, Turkish Airlines, Luftganza. И напоследок исторический факт. Во время Второй мировой войны аэропорт служил военно-воздушным силам вермахта. После войны он был под оккупацией Англии и принимал рейсы британских авиалиний. Звездочка цены актуальны на три квартал 2018 года.